Название вроде одно и расположено рядом, а расстояние как пропасть. В такую западню попали жители Старого и Нового Заинска, а загнал их туда общественный транспорт. Автобусов приходится ждать часами. Кто или что тормозит движение, выясняла Екатерина Белалова. Нам быстрее доехать к набережной Челны и обратно приехать, чем в этот Новый Зай. Взвинченные до предела люди на остановках, картина в Заинске привычная в любое время дня. Большинство вынуждены как минимум два раза в день ездить из старой части города в новую. И каждая поездка экстрим. Утром едут многие на работу, едут дети в школу или детей везут в садик. И все полный маленький такой автобус дают, пазик, и он вечно всегда набитый. И стоишь, как говорится, на одной ноге. Давка в часы пик – не единственная проблема. Автобусов критически не хватает, считают горожане. Особенно днем. Мы решили сами проверить, действительно ли здесь так редко ходят автобусы. Подходим на остановку в 11.40. Ближайший маршрут согласно расписанию в 11.48. Сейчас узнаем, ходит ли общественный транспорт по плану. Минуты тикали, а пазика на горизонте все не было. Люди начали нервничать, а дети капризничать. Итак, время 12. Автобус пришел с опозданием. Узнаем почему. То есть это расписание неправильное, да? Да. Кто его знает? В автобусе все в один голос утверждают. В этот раз нашей съемочной группе просто повезло, что ждали всего 20 минут. Обычно стоять приходится намного дольше. У нас иногда по 40 минут не бывает автобусов. И с детьми стоят мерзнут. Просто автобусов у них не хватает. То у них поломался, то у них не завелся. Автобус пришлось ждать не так уж долго. Зато застряли на железнодорожном переезде. Обычно здесь маршрутки задерживаются на полчаса. Поезда проезжают в этом месте очень часто, но другой дороги нет. К тому же протяженность маршрута только в одну сторону – 18 километров. Это 50 минут в пути. А потому 6 автобусов с потоком не справляются. Да, проблема существует. Одна из причин – это, да, поломка автотранспорта, так как все-таки есть автотранспорт не новый. И вторая причина – то, что у нас есть такой железнодорожный переезд. Также проблема есть с водителем. То есть не совсем идут на такую зарплату. Тем не менее, в администрации пообещали проследить, чтобы к морозам автопарк был наготове. Вот только поезда все равно придется пропускать. По словам руководителя исполкома, пока на строительство подземного либо надземного переезда денег нет. Екатерина Биланова, Александр Решеткин, Артем Гоголев. Вести Татарстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова